Мы. Все разные. Разный стиль жизни. Разные предпочтения. И разные цели. Но способ достижения цели один. Финам. Национальный лидер инвестиционных услуг. Финам предлагает решения для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала и опытом инвестирования. С Финам вам доступны все инструменты. Для того, чтобы ваши цели стали реальностью. Финам. Ваш индивидуальный способ достижения цели. Изучите физику явления, прежде чем подавать на разводку каких-то лохов в фонде Бортника. Окей, 200 тысяч рублей вы зарабатываете, правильно? Учитывая сделку, которая произошла на прошлой неделе. Яндекс получил в свои цепкие руки проект Uber Eats. Вырастаете раз в 50 и мы с вами поговорим. У меня просьба. Просто просьба. Пожалуйста. Спасибо. Смотрите, если вы будете дослушивать вопросы, которые я задаю, вы сможете на них отвечать правильно, а не то, что вам кажется верным. В бизнесе всегда выигрывает второй. Они сейчас делают грязную работу. У них есть архив такой, от которого вам, боюсь, будет очень дурно. Я обычно ставлю либо на черный, либо на красный. Но я обычно ставлю только черный, черный, черный. Выпадет-то зеро. Вы же понимаете, да? Однозначно. Так что вы пролетите оба. У нас следующий стартап есть на проводе. Давайте посмотрим, давайте послушаем. Добрый день. Слышно? Да, Вадим, мы вас слышим. Добрый день, коллеги. Спасибо за возможность выступить. Начинаем? Поехали. Помчались. Меня зовут Вадим Пушкин, представляю компанию Отделкин Ремонт, я ее основатель. Отделкин – это совершенно простая бизнес-модель, то есть мы выполняем малярные работы, монтаж гипсокартона, натяжные потолки, решения для бизнеса, услуги населению, эконом-класса. Почему мы и что мы решаем? Это самые низкие фиксированные цены в Москве, гарантия и качество на все виды работ, готовые пакетные решения по всем видам услуг, которые мы прекрасно продаем. Мы это умеем. Наши заказчики – это 80% физические лица, 15% юридические лица, и мы обрабатываем, обкатываем 5% – это субподряды от застройщиков жилых домов. Наше преимущество – это хорошая организация управления с тотальным контролем. Выполняем отдельные виды услуг, вне зависимости от объема. У нас нет ненужной рабочей силы, таких как замерщиков и прорабов. У нас низкая цена, и это основной фактор, почему у нас сейчас заказывают. Прозрачность для заказчика, мы полностью работаем по белому, по безналу с договорными отношениями и так далее. Креативный и нестандартный подход – умеем продавать. Наши недостатки. Ну и это отличный фильтр для наших ненужных заказчиков. Это платный выезд. Мы делаем небольшую маленькую революцию на этом рынке и наводим порядок. У нас нет закупки и доставки материалов. Мы исключаем любую логистику, которая нам мешает. Бизнес-модель очень простая. Это 40% нашей маржи с каждого выполненного объекта, с каждой выполненной услуги. Доходность в среднем 30-34%. В среднем по проекту – это окупаемость инвестиций по рекламному трафику 1200%, чуть более. И по нашей статистике самый дешевый клиент, опять же, по рекламному трафику – это 6 рублей. Руи – более 3 миллионов процентов по отдельным фразам. И самый дорогой клиент нам обошелся в 13,5 тысяч рублей. Руи – 2 500. Даже в таком печальном случае мы израбатываем, нам это выгодно. Маркетинг и источники трафика. У нас один рекламный источник в виде теста был у Яндекс.Директ.Поиск. Сево и органическое продвижение. Мы занимаем неплохие позиции. Если видите поклейку обоев, увидите нас в топ-5, в топ-1. Бюджет на маркетинг за последние 6 месяцев – 174 тысячи рублей. Бюджет на маркетинг за последние 3 месяца – 0 рублей. При том, что мы растем. Сама выручка, она растет. Сколько инвестировано? На первом этапе инвестировано чуть более 120 тысяч рублей личных средств. Окупились мы за 20 дней. Я работаю сюда по стандартной своей модели, уже изучено. Это 3-4% создания и 96% в развитии, в рекламу. То есть мы не из тех предпринимателей, которые заезжают в дорогой офис и тратят деньги инвесторы. Это бизнес-отношения не имеет. И далее уже мы реинвестировали прибыль и доп. средства примерно 3,5 миллиона рублей. На что потрачена основа – это продвижение реклама, персонал, найм, поиск, обучение, проверка, гипотез, разработка услуг, медиа, фото, видео, дизайн. И немного мы даже на благотворительность успели потратить. Доходы у проекта «Выручка» за 2016 год – это работа в тестовом режиме, где реклама была запущена в среднем 30% в году. Чуть более 10 миллионов. Доходность в среднем 30-34%. Средний чек – 126 тысяч рублей. Он немного завышен за счет нескольких крупных объектов статистики. Конверсия по рекламе 2% без учета органики и звонков. Конверсия по оплату 0,5% также без учета звонков и органики. По нашей статистике аналитика нам подсказывает, что мы уже недополучили 40 миллионов рублей по некоторым причинам. Стоимость заявки у нас посчитана 452 рубля за клиента. В среднем мы платим 2165 рублей. Это по рекламному трафику. Рассмотрим инвестиции в размере от 6 до 10 миллионов. Доля в проекте от 30 до 50%. Планируем рост прибыли в 3-10 раз. В самом пессимистичном прогнозе это в 3 раз, но мы готовы вырасти в 10 раз. Рынок это позволяет. Огромный потенциал. Высокая окупаемость инвестиций. Рабочая бизнес-модель уже проверенная с командой. На что будут потрачены деньги? Более 50% – это реклама, источники трафика. Один авто – это передвижной офис для продаж УЖК. Мы уже протестировали эту гипотезу. Показывает просто сумасшедшую конверсию, когда стоит микроавтобус возле какого-нибудь строящегося комплекса. Медиафото и видео. Фонд оплаты труда. Бухгалтер-дизайнер. Отдел продаж – это сердце. То, что мы хотим создать. Мы умеем продавать. У нас есть скрипты. У нас отработаны уже все гипотезы. Соответственно, найм персонала. Доработка сайта и редизайн. Увеличение конверсии. Снижение цены клиента. Наша команда – это я. Это опыт в бизнесе с 2009 года. Занимаюсь общественной деятельностью. Реализовано более 16 интернет-проектов. От торговли в интернете. Это в розницу, оптом и услуг разных тематик. Артем – продажи. Павел – производство работ. Это и все идейные люди, которые работают готовы на перспективу и работают на результат. Также в нашей команде это более 40 мастеров постоянно, которые работают с нами. Две бригады по натяжным потолкам и две бригады по гипсокартонам, которые также двигаются постоянно с нами. Спасибо за внимание. Будем рады провести потенциальному инвестору экскурсию на наши объекты и показать все это. Вадим, спасибо большое. Смотрите, ну, как бы касательно предложения. Нет, они предложили как бы 6 миллионов. От 6 до 10 миллионов рублей им нужны инвестиции за 35-50%. Да, но. Ты имеешь в виду внимание, что у них там оборот был 3 миллиона, и они потратили на благотворительность. Я же правильно говорю, что у вас там было 3 миллиона заработано? За 2016 год оборот чуть больше 10 миллионов. Доходность в среднем 3-4%. Ну, то есть 3 миллиона доходность. Чуть более 3 миллионов. Зачем 6 миллионов им нужно? Я вот тут, то есть... Ну, да, но у меня нестыковка в голове, понимаете, какая? То есть у вас оборотка 10, как бы чистая, там, 3,5, и офис дорогой вы не снимаете. Поэтому вот это первая нестыковка раз. Второй момент, второй момент, он следующий, что хороший проект. По вам видно, что вы в теме, что вы в материале. И мне кажется, что для масштабирования вам нужно идти на краудинвестинг. Опять же. То есть не просто привлечь инвестиции в долю. Долю не нужно отдавать. Нужно отдавать долю с прибыли. Привлеките деньги на краудинвестинге на любой площадке. Там, Саймакс, как раз сказать, Стартре, который фришный. Пожалуйста, размещайтесь, никаких долей не отдаете, деньги привлекаете и начинаете масштабировать. И причем там спекулянты сидят. Они с большим удовольствием вам дадут, грубо говоря, под 15%. Или под 10%. Ну, по 25% дадут. Там, следую-десяточку, вы оставите. Дим, Потаппинг, твой вопрос. Ну, у меня вопроса тут особого нет. Дело в том, что в данном случае я вычти скорее партнера, чем деньги. Потому что в данном случае, если человек вам даст деньги, это не про инвестиции. Он должен будет контролировать все рабочие процессы. Потому что, по сути дела, это бизнес-то операционный. Вы сегодня здесь, завтра там. И поэтому здесь нужно понять гарантии того, что вы не сниметесь с насиженного места. И просто, ну, кроме вашего честного слова, и мамой, клянусь, это понятно, что все произнесут. Но здесь, по сути дела, должен быть… Это не про инвестиции, это про партнерство. Человек, который должен быть в теме, сидеть и прямо держать вас. То есть, вашу CRM-систему, она должна стоять у него. И он должен понимать каждую транзакцию. То есть, это не совсем про… Ну, то есть, это локация с точки зрения пиара нормально, стартап-шоу. Но это не про стартап-шоу, это действующий бизнес. И здесь нужен партнер, который, скорее всего, вас поглотит. Или, ну, потому что, в общем-то, основание для вашего существования для него будет такое… Ну, скорее, он вас на работу наймет, я бы сказал бы вот так. То есть, здесь не вопрос, а вот, я говорю, непонятны гарантии. То есть, если вы говорите про инвестиции, то как вы гарантируете человеку, что… Кроме бы вашего честного слова, что вы их вернете, что вы будете работать в этой сфере, что можно чем-то там, хоть чем-то подтвердить, что дальше будете жить. Вот и все. У меня сомнения просто, что эта площадка-то, которая есть сейчас, подходит. Вот и все. Спасибо. Ну, немного не согласен. Вы за любую критику. Нет, нет, это не критика просто, коллега. Если вы можете, вот у нас с вами потенциально слышал со стороны какой-то человек, ну, вот потому что у меня есть строительная организация, да, в рамках холдинга, которая, понятно, строит для нас же или для подобных, как мы, ритейлеров-общепитовцев. Вот, я бы потенциально нарисовались вы такие классные. Вам нужно не очень много денег, ну, по моим меркам. Но вот дать вам и потом, где вас искать, ну, кроме вашего честного слова, я понимаю, что мамой, клянусь, я верну. То есть до тех пор, пока я не буду видеть ежедневный поток заказов, вы не будете реально сидеть, условно говоря, у меня в офисе, и мой бухгалтер будет видеть все проводки, а кто-то, то есть все равно будет минимум два человека, которые один будет контролировать финансы, один будет контролировать реальную работу, то, ну, я бы задал вопрос, а как вернуть себе деньги? Вот и все. Если вы сейчас потенциальному, тот, кто сидит у нас по ту сторону телевизора, скажете, да нет, вот, Дмитрий Валерьевич, это вот можно сделать вот так, скажите, как, сделайте. Спасибо. Вадим, у меня еще вопрос. У вас была строчка в презентации 50% бюджета, реклама. Или некорректная строчка, я ее неправильно понимаю. Более 50%. Поясните, бюджеты какого всего? Более 50%. Более 50%, да. Основной источник продаж у нас это интернет. Весь тот год, который мы развивались, это в условиях, ну, дикого дефицита, и даже реинвестируя прибыль, показывая такую прибыль. В том числе у нас еще начались заявки по органике, то есть мы занимаем лидирующие позиции, бизнес растет, ну, и глупо им просто не заниматься. Слушай, а скажите, а куда деньги-то, собственно говоря, нужны, во что? Мы хотим подключить Московскую область на масштабирование. А что значит масштабирование? Что надо, на бригады нанять, что надо сделать? Да нет, у нас все это есть, есть уже и аттестация, как все это делать. То есть наша рекламная компания, чтобы вы понимали, да, почему я к этому проекту пришел. Я уже довольно давно занимаюсь интернет-торговлей, то есть мы можем это замерять, мне нравится этот бизнес, то, что мы понимаем, откуда пришел клиент, сколько он стоит и так далее. Чтобы вы понимали, сейчас рекламная компания, это одна рекламная компания, 70 ключевых слов с одного источника. То есть Google мы теряем уже 40%. Подождите, я просто, я правильно понимаю, вам надо 6 миллионов рублей на рекламу. Вы вот так раз и как бы в AdWords, и в Директ вкладываете счастье. Естественно, он протестировал. Отлично, смотрите, вы только что несколько слайдов назад показывали, что у вас есть канал, в котором клиент стоит 6,5 рублей. Ну то есть условно вы берете, просто туда вкладываете там 65 тысяч рублей, и получается такой поток клиентов, который вам за два года не отработать. Или это неправда, и 6,5 рублей у вас клиент не стоит? Правда. Ну окей, тогда 65 тысяч рублей вы же можете, наверное, вытащить из кармана и вложить в эту рекламу, и получите. Поделите 6,5 рублей на… Вы же понимаете, это все было немножко в тестовом режиме. Это огромный труд, который делался в том году. Не понял. Так все-таки 6,5 рублей правда или нет? Про 6 рублей правда. Ну, стоп. Вот вы это показывали как масштабируемую историю. То есть можно положить 65 тысяч рублей и получить, собственно говоря, 10 тысяч клиентов. Да, мы примерно прогнозируем сколько. Платящих. 10 тысяч платящих клиентов. Да. Так зачем тогда вам 6 миллионов? 10 тысяч платящих клиентов вы просто будете делать до конца следующего года. Мы бы сделали гораздо все быстрее и не своими силами. И Москву, и Московскую область. Так все-таки сколько у вас стоит? И обороты были существеннее гораздо больше. Сколько тогда стоит у вас лид по-настоящему? В статистике мы приводили стоимость заявки в среднем. Так я же вот сейчас 6,5 рублей как раз назвал той статистикой, которую я видел несколько слайдов назад. Средний клиент стоит 2100 рублей. Это мы привели статистику, что минимально то, что мы смогли добиться. Минимальный клиент 6 рублей, максимальный 13500. Просто как пример. Окей, 2000. 200 тысяч рублей у вас же есть. Это 100 клиентов уже прямо сейчас. Это как бы тоже вам до конца года хватит работы. То есть смотрите, я как бы про что разговариваю. Либо цифрики, которые вы называете про маркетинг, не совпадают с реальностью. И тогда действительно она 6 миллионов. Либо если не совпадают с реальностью, то я не понимаю, куда деньги вкладывать. Ну просто на 200 тысяч рублей можно столько получить клиентов платящих, что просто тут ни один инвестор не нужен. Да, но кроме этого надо еще снять себе… Вы же понимаете, бизнес, который окупается за 20 дней, это история, когда ты и секретарь, и еще частично продаешь, и еще частично что-то контролируешь. Чтобы это был по-настоящему бизнес, нужно немножко снять… В смысле, нужен офис Москва-Сити и секретарь? В том числе и другие… Нет, зачем? У нас есть прекрасный офис на метро Братиславской, бюджетный, нам это хватает. Это я не понимаю. Ну вот да, мы тут зависли, зачем все это надо-то. То есть, понимаете, в чем вопрос, да, вот Дмитрий, что проект у вас на самом деле как бы хороший. Даже объясню почему. Потому что ходят все эти истории, и байки, когда мужики приходили, идет там новостройка, клеили объявление, там, типа ремонт, кондиционеры, все остальное. И заказов полным-полно. Это прям живая история, когда бригадир ходит и обклеивает дома, так же вы поставили свою машину. Или бы действительно какой-то бак по статистике, ну, по вашей, потому что Дима о чем говорит? 200 тысяч вложили, получили столько заказов, что и в Москву-Сити, и трех девчонок из Украины выписали. Вот с такими вот глазами, собственно, и все. И инвестиции не нужны, понимаете? То есть, у нас не бьется картинка. Проект отличный. Дим Потапенко, что скажешь? Да, но… Ну, я изначально сказал, что в данном случае, опять-таки, ну, это такая старая советская история, когда, типа, мы вкладываем 10 рублей в рекламу, и нам уже с железобетоном приходит, условно говоря, 15 рублей у вас клиент. Просто при увеличении рекламы зависимость-то не прямо по экспоненте растет, поэтому здесь, ну, предположение ложное, вот и все, поэтому у вас, коллеги-то, и не бьются показатели, что, еще раз говорю, вот сколько, как бы там не раскручивали поклейку обоев в интернете в 300 раз, но в какой-то момент будет затык совершенно в другом, то, о чем вы говорите. Поэтому здесь и статистика не срастается, поэтому здесь это предположение ложное, и нету преувеличения к вкачиванию денег по рекламу, точно такого же экспоненциального роста заказов не будет. Ничего тут особо нового, это все проходили при начале своего бизнеса, ну, просто раньше это клеили объявления или размещали в желтых страницах, а сейчас размещают в другой информационной среде под названием интернета. А посыл-то тот же самый, на нем уже навернулся не один миллион предпринимателей, так что у меня вопросов-то особых нет, поэтому я говорю, что здесь нужен партнер, который реально сядет и будет за шкерман держать, то, собственно говоря, ребята об этом испалились, они, в общем, и начали рассказывать, что нужен секретарь, ну, там, неважно, какой-то там, все равно офис-менеджер, но еще точно нужно нанять некое количество персонала, которые тут же сразу же угробят всю доходность, доходность будет совершенно другая, даже на офисе на Братиславской, в общем, что тоже, в общем, само собой по себе тоже не бюджетная история, я не очень понимаю, зачем вам вообще офис, все это можно решать в домашнем офисе. Понятно, спасибо, спасибо, Дим, Вадим, спасибо тебе большое, я надеюсь, что ты, ну, услышал то, что ты хотел услышать, с одной стороны, какие-то правильные советы, подумай над этом. Я, как бы, вижу, то есть в итоге следующей истории, что если нужны инвестиции, это краудинвестинг, смело иди на любую площадку, под любой проект, там, как бы, соберешь единомышленников, это очень правильная история, ну, а если подобьешь цифры все-таки там с вашими коллегами, то welcome обратно к нам. Спасибо тебе большое, пока мы ожидаем подключение следующее, небольшое вступление, дорогие друзья, пожалуйста, оценивайте наши стартапы, ставьте от 1 до 5 у нас в Фейсбуке, ставьте в Ютюбе, ставьте ВКонтакте, всем тем, кто видит наше видео, есть ниже ссылочка, она ведет в наш чат, следом, для всех, кто заходит в наш чат, там ждут разные сюрпризы, разные акции, разные презенты, поэтому заходите, общайтесь с нами в чате, нам очень важно ваше мнение. Мы знаем, что нам пишут периодически ребята про брак нашего звука, дорогие друзья, мы тут рады бы, скажем, повлиять на качество интернета, и чтобы, ну, как-то скайп там дал больше качества, но не судите строго, это все-таки скайп-интернет, и не у всех стартапов есть достаточно качественный интернет. Для того, чтобы... Редактор субтитров А.Семкин